Всем привет, друзья! Вы на канале Кухня без фанатизма. Друзья, сегодня я приготовлю очень вкусное блюдо и без лишних слов начинаю готовить. Я беру килограмм капусты и нарежу меленько соломкой. В нарезанную капусту я натру морковку. У меня большая морковка, аж 250 грамм. Натру на крупной терке. А капусты у тебя сколько было? А капусты у меня килограмм. Друзья, теперь морковку с капустой я солю по вкусу и помну ее. Ну, слегка, как для засолки примерно. Для того, чтобы она пустила сок, стала мягче, быстрее и лучше приготовилась. Капуста с морковкой готова. Продолжаем дальше. Теперь я беру противень. 30 грамм сливочного масла жирностью 82,5%. Или можно взять пару столовых ложек растительного масла и смазываю противень. Все готово. Фольгу не обязательно ложить. Это я просто стелю для удобства, чтобы быстрее потом мыть противень. Удобнее. И подготовленную капусту выкладываю противень. Это будет моя овощная подушка. И распределяем капусту равномерно по всему противню. Полный противень уже. Ну, она уменьшится. Не полная, а половина. И сверху вот так пару лавровых листиков положу. Она придаст капусте очень вкусные, аппетитные вкусовые качества. Друзья, теперь я беру 900 грамм куриного мяса. Мясо со всех частей курицы. Здесь есть и куриная грудка, и мясо со корочков. Это чистое мясо без кожи, без костей. Просто мясо куриное. То, что я люблю. Совершенно верно. Дальше я беру репчатый лук. 400 грамм. И нарезаю перышками. Нарезанный лук добавляю к куриному мясу. И нарежу немного свежего укропа. Добавлю к курице с луком. Теперь добавляю сюда чайную ложку сухого чеснока, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку паприки и немного чёрного молотого перца. Чеснок, конечно, можно взять и свежий, но с сухим будет лучше, не так агрессивно. И солю по вкусу. И всё хорошенько перемешиваю. Лук можно немножечко вот так подавить, чтобы лук дал немного сока. Куриное мясо готово. И выкладываем его на капустную подушку. И распределяем курицу по всему противню. Все вот эти соки, куриные от лука, они пропитают капусту. Капуста будет просто неимоверно вкусная. Далее я беру картофель немного, у меня 700 грамм. И вот так вот тонко нарезаю на пластинки. Друзья, и теперь закрываю блюдо картофелем нарезанным, пластиночками. Вот так вот внахлёст. Красота! Только единственное, знаешь, что? Что? Неудобно говорить тебе. Мне кажется, здесь не низко калорийно. Как это будет? Вот смотри, картошка. Это ты, я не знаю, ты шучу. Ну, всего. Ибрагим, вот ты со мной всегда стоишь, да? Ну, да. И как бы должен уже с налёта видеть всё. Посмотри, сколько у меня овощей. У меня килограмм капусты. Морковка 250 грамм. Лук 400 грамм. Капуста. Картошка всего-навсего 700 грамм. И то, сама картошка тоже, тоже она... То есть, ты хочешь сказать, эта капуста, морковка и лук сожрёт весь калорийно? Совершенно верно. То есть, это будет более чем... Калорийно. Да, конечно. Это всё будет отлично, даже не сомневайся. Очень будет вкусно. Очень. И по калориям будет изумительно просто. Так что... Правда же, Марина говорит, тебе надо книгу писать. Правда. Так что ты зря сомневаешься. Друзья, картофель выложила. На этом этапе всё готово. Теперь накрою противень фольгой. Накрываю фольгой, чтобы всё хорошенько приготовилось. И отправлю в разогретый духовой шкаф до 180 градусов на 40 минут. Это вообще супер. Двойная духовка. Там духовка, и ещё закрываешь со всех сторон фольгой. Там соберётся и влага, и температура. И всё это приготовится лучшим образом. Ну да, шедевр. Всё хорошо запечатали. Всё, полетели в духовку. Ни какой температуры? Температура 180 градусов на 40 минут. Друзья, пока блюдо готовится в духовке, я беру 100 грамм сметаны жирностью 15%, одно яйцо и перемешиваю хорошенько. Прошло 40 минут. Открываем. Вот картошка мягкая стала. Практически готова. Так и практически всё готово? Нет, практически. Продолжаем дальше. Картошечку вот только теперь слегка подсаливаем и поливаем смесью сметанно-яичной. Так вот аккуратно распределяем. Теперь посыпем картошечку нарезанным укропом. Чувствуешь, какой уже аромат? Да вообще обалдеть. И сверху натру 100 грамм сыра. Сыр, друзья, по желанию. Можно тереть, можно нет. Мы любим. Я натру. Главное, позволяет калорийность. Калорийность позволяет. Не волнуйся. Он всё переживает, что будет высокая калорийность. Не могу его убедить. Пока не посчитаю, не успокоится. Сейчас всё приготовится, я посчитаю и узнаешь. Калорийность я тебе обещаю. Как вообще-то у тебя получается? Так вкусно, так всё-всё и калорийность маленький. Ну, это всё, это, как сказать, научно разработано. Это же не просто так. Молодец. Друзья, и отправляю обратно в духовку ещё минут на 10-15. Посмотрим по обстановке. Друзья, всё готово. Аромат потрясающий. Пять минут дадим блюду отдохнуть и будем подавать. Красота. Друзья, посмотрите, пожалуйста. Столько много было капусты, лука, воды, жидкости. Вообще практически ничего нет. Блюдо вот такое вот прекрасное. Ничего не течет. Чуть ли не как пирог. Как пирог, да. Очень удачно, Марина. Очень, очень. Так, и, конечно, сейчас попробуем. Ой, глянь, курочка прям. Великолепно. Да, вообще, да. Обалдеть. Всё очень нежное, вкусное. В общем, результат лучше, чем я ожидала. А теперь, Брагим, ответ на мой вопрос. На твой вопрос. Да, сколько здесь колоривости. Да, пищевая ценность вот этого прекрасного, вкуснейшего блюда. 94 килокалории на 100 грамм. Вы всё можете проверить, посчитать под видео. Я в шоке. Честно в шоке. Вот так вот. Честно в шоке. Всё, давай есть или там? Да. Скажи. Сразу есть. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного похудения, хорошего настроения. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok